Итак, всем привет! С вами Александр Котин. Это мой обзор для Амаркетс, для рубрики «Открытый микрофон». Напомню, что свои обзоры я провожу два раза в месяц, ну или раз в две недели, кому как удобно. И для начала я хотел бы сказать, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. Я проведу, скажем так, в кавычках диагностику вашего трейдинга, посмотрим, какие у вас есть проблемы, в какой точке А вы находитесь, в какую точку Б хотите прийти, что для этого нужно сделать. И, собственно, план действий у вас будет в итоге на руках. И дальше вы его сможете реализовать уже либо самостоятельно, либо с моей дальнейшей помощью. Ссылка в описании, вы сможете перейти в мой WhatsApp, сразу же договоримся по времени. На этой неделе у меня есть три свободных места, на следующей неделе тоже три свободных места на бесплатную консультацию. Поэтому переходите по ссылке, записывайтесь, пообщаемся. И это даст понимание того, как вы дальше сможете развиваться в трейдинге. В прошлый раз, когда я пригласил на бесплатную консультацию, я имел в виду, что у нас с вами будет бесплатная консультация диагностическая, а не то, что я буду решать какие-то ваши текущие проблемы в трейдинге. Имеется в виду, что если у вас есть какие-то, условно говоря, косячные сделки, я не буду заниматься исправлением ваших текущих, скажем так, нехороших позиций. По той же простой причине, что целью консультации является диагностика и уже могу дать вам решение, что делать дальше и там расписать достаточно короткий пошаговый план. Вот так. А то в прошлый раз мне начали писать в личку по поводу того, что вот я вот здесь неправильно зашел, там вот я сижу в минусе и так далее. Поймите, что в рамках одной консультации мы с вами эту проблему не решим. Корни этой проблемы уходят далеко в ваше прошлое, то есть где вы не сделали торговый план, не оформили свою стратегию торговли, не оформили свой риск менеджмент и так далее. То есть у вас просто нет какого-то плана действий, поэтому вы попадаете в такие ситуации. С этим я тоже работаю, но в этом случае вам просто нужно будет прикрыть все свои сделки и начать все с самого нуля, то есть с самого начала. Вот как-то так. Другого выхода здесь нет. Просто чтобы поставить свой трейдинг на системные рельсы, ну или рельсы, чтобы поставить свой трейдинг на системные рельсы, вам нужно будет начать с нуля. То есть прекратить то, что вы делаете сейчас, вот то безобразие, которое вы делаете, да, и перейти к системной торговле. Для этого нужно, соответственно, перестроиться, скажем так, популярное слово, а в текущий момент времени обнулиться, да, и начать все сначала уже написав торговый план, оформив свою стратегию и вот так я это вижу. Ну а для начала, прежде чем я расскажу о валютных парах, которые я рассматриваю обычно в обзорах, я отвечу на вопросы. Если у вас вопросы появятся, вы всегда их можете написать в комментариях и я могу начать свой следующий ролик именно с ответов на ваши вопросы. Итак, в первую очередь, какие вопросы я вижу в комментариях под прошлым видео, это акции Ford Motor Company. Смотрим эту компанию, обращаем внимание сразу на большие таймфреймы, например, на недельный график. И видим, что здесь основной тренд, месяц нам нужно придется взять, основной тренд здесь нисходящий и в данном случае, данная ситуация, она походит на то, что здесь формируется такая вот коррекция. Видите, здесь растет движущая сила и очень вероятно, что мы будем добивать вот этот минимум. И вот только отсюда я, наверное, бы какие-то долгосрочные точки входа и рассматривал бы, если бы торговал этот инструмент. Поэтому, когда я открываю дневной график и обычно, если я торгую фондовый рынок, то это, как правило, дневные графики и точки входа я ищу на дневных графиках, то в данном случае я бы рассматривал пока только продажи и только точки входа на продажу. На мой взгляд, это вполне может быть ABC коррекция, первая, вторая волна. Возможно, вторая здесь не до конца оформлена и надо ждать какие-то новые точки входа на продажу, для того, чтобы уже оказаться, по всей видимости, в третьей волне и идти по тренду, относительно глобального тренда, разумеется. Следующий инструмент, который мы рассмотрим, называется OnFirst Solar. И в данном случае мы также обратим внимание на долгосрочные таймфреймы, или как их правильно назвать, тяжелые такие таймфреймы, например, на месячный график. Посмотрим. В данной ситуации пока мы видим некий такой флет, то есть у нас не было тренда очень давно, и это практически нечитаемый график. Давайте посмотрим, подберем тот таймфрейм, где мы сможем что-то увидеть более-менее внятное. Я бы, наверное, склонялся здесь больше, наверное, к покупкам, по той же простой причине, что вот тут мы не обновили минимумы, и тут получается, если взять все-таки меньшее количество баров, мы увидим дивергенцию. Дивергенция больше говорит всегда о том, что у нас была некая первая волна, вторая волна, и BC паттерн в этой второй волне есть. Я бы, наверное, здесь рассматривал покупки, особенно относительно дневного графика, где вот она A, B и C прослеживается хорошо, и здесь, вероятно, уже мы не видим дивергенции 1, 2, 1, 2, 3, мы где-то плюс-минус в третьей волне, либо какой-то удлиняющийся импульс мы здесь с вами видим. Поэтому тут можно рассматривать точки входа на покупку. Одна из таких точек, она была 14 мая, в принципе, можно было отсюда и стоять на покупку. В текущий момент к этому трендовому движению можно, естественно, присоединиться с меньших таймфреймов, где вы увидите или сможете увидеть точно такие же точки входа. Следующий инструмент это Wells Fargo. Давайте также посмотрим месяц. Начнем с этого графика. Тут явно была третья волна. По всей вероятности она здесь завершилась. Обратите внимание на то, что здесь существуют такие вот резкие коррекции. То есть цена ползет, ползет, ползет вот так вот медленно вверх, потом резко падает, потом снова резко падает. То есть в данном случае это все повторяется. И по всей вероятности то, что мы сейчас видим, это очередная коррекция, после которой возможно возвращение цены в тренд. Соответственно на дневном графике очень возможно, что произошло завершение A, B, C. Но однако, если этот рынок склонен к удлинению, мы никак это заранее с вами не увидим. Поэтому обычно такие рынки я торгую после того, как вижу какую-то первую волну вверх. Вот здесь вот сложно сказать, была тут первая волна вверх или нет. Скорее всего нет. Скорее всего это была очередная коррекция. Мы не выбиваем зону предыдущей коррекционной волны и продолжаем идти вниз по дневному тренду. Я думаю, что минимум мы еще сможем обновить, завершим 1, 2, 3, 4, 5 волну и только после этого возможно смена тренда. Поэтому здесь логично, естественно идти по тренду и искать точки входа непосредственно по тренду. Возможно не на дневном графике, возможно на 4 часах вы что-то вот такое сможете увидеть и идти по тренду. Окей, теперь мы перейдем к нашим валютным парам. Итак, давайте посмотрим на евро-доллар. Вчера в своем телеграм-канале я публиковал точку входа по евро-доллару. Вот эту. Я вышел из нее по безубытку, потому что в принципе расчет был на то, что я захожу в какую-то импульсную волну. Но в данном случае, в данной ситуации это была точка входа против основного тренда. И основной тренд здесь восходящий. Поэтому здесь просто достроилась волна B. И очень возможность, что на одном из таймфреймов тут может появиться новая точка входа в виде дивергентного бара на продажу. После зацепа получается A, B, C. Волны A внутри волны B. Волной C вот этой вот A. Получается A, B и C. В данном случае пока сигнала я не вижу, поэтому стою в стороне. И снова как бы против тренда мне неохота заходить. Поскольку в большинстве случаев, когда вы, если подписаны на мой канал, я периодически, наверное, где-то раз в месяц сделаю видео, где показываю прям свои результаты за месяц. За прошлый месяц я сделал почти 12%. И в июне у меня получилось 18%. Итого где-то уже под 50% за этот год. Ну да, моя ориентировочная доходность в принципе 50% годовых. Если у вас возникнет такой вопрос, на какие там цели по прибыли я ориентируюсь. Но в этом году, возможно, я увеличиваю эту целевую доходность до 100% годовых. Посмотрим. То есть я не гонюсь за какими-то там сверхприбылями. И иду очень медленно, но, собственно, верно. Поэтому в данной ситуации я бы предпочел дождаться зацепа волны А, волны С и точки входа на покупку. Потому что восходящий тренд по евро-доллару, он не то, что не закончен. Он в самом разгаре. Просто мы с вами видим дивергентный бар на дневном графике. И по всей вероятности увидим какую-то коррекцию. Ну, ориентировочно примерно такую же, какая была здесь. То есть 1.2, 1.2. Это все развитие третьей волны. Получается. И, собственно говоря, мы это видим по движущей силе. Максимальная АО у нас всегда в третьей волне. Вот так. То есть в данном случае получается, что я бы стал искать внутридневную точку входа на покупку. На продажу я бы попробовал зайти в волну С при наличии сигнала. Вот давайте так резюмируем по евро-доллару. Наверное, сегодня видео я монтировать не буду. Поскольку, ну, ничего особенного не будет, наверное, в том, что я где-то буду запинаться. Там что-то буду как-то пересказывать по-другому. Но если вы захотите быстрее его посмотреть, поставите на X2 и просто посмотрите. Дальше что? Фунт-доллар тоже был дивергентный бар на дневном графике. Здесь явно у нас третья волна. То есть примерно та же ситуация, что и по евро. Первая, вторая. Первая, вторая уже в третий. Как-то вот так. И это у нас некая третья в третьей развивается. Пока это вот так видно. Потом посмотрим, во что это выглядит. Это не особо принципиально. Поэтому я не буду заходить на недельный график. А в данной ситуации я бы понаблюдал за обновлением минимума. И за точкой входа на покупку при завершении. Можно даже вот так поставить. Это не принципиально. Как у нас здесь будет волна B. Это будет вот так A, B, C. Либо это будет вот так. 1, 2, 3, 4, 5, A, B и там какая-то C. Я в любом случае при наличии сигналов на покупку по тренду вот отсюда буду заходить по тренду. Возможно там еще попробую долиться. Поскольку давно я не доливался. Посмотрим, что из этого получится. И обязательно, если такая серия входов у меня будет. Я опубликую это все в своем телеграм-канале. Потому что я показываю, как вы понимаете, не только свои прибыльные сделки, убыточные сделки. Я тоже показываю. Поскольку у меня, скажем так, подход такой. Я не пытаюсь из себя вот что-то строить. То есть я такой, какой я есть. Я могу быть любым. Поскольку обычно людям мешает их идеальный образ. И они, как правило, работают на свой идеальный образ. И это им мешает быть теми, кем они на самом деле являются. То есть они пытаются быть кем-то, кем они не являются. Ну это такое небольшое лирическое отступление. Чтобы вы понимали, почему я могу не редактировать свои видео. И не переживать о том, что я какой-то не такой, какой я не есть. Или как-то еще сказать можно. Смотрим на франк. Здесь также нисходящий импульс. И достаточно сильный тренд. Здесь нужно обратить внимание на месячный график. Потому что, скорее всего, мы возвращаемся в нисходящий тренд после коррекции. В данном случае, также и недельный график у нас говорит о том, что тренд только усиливается. И в текущей ситуации я бы говорил о том, что тут назревает очередная ABC-коррекция, после которой, скорее всего, мы пойдем ниже. Так вот, вчера я пытался покупать, но нарвался на удлинение и получил стоп. Нормальная история для удлиняющейся волны, поскольку в данной ситуации, опять же, я обращаю внимание на то, что это такое. А это, скорее всего, A, B и C внутри вот этой большой волны B. Волны C еще не было. Поэтому лучше всего смотреть продажи после завершения вот этой большой волны C и заходить по тренду. Поэтому после таких сделок я делаю какую-то остановку. То есть я не лезу прямо сейчас сразу же в рынок, как это делают обычно начинающие трейдеры. Пытаясь там что-то где-то отбить, компенсировать за счет каких-то прибыли. Будут входы, я зайду. Не будет входов, я буду их сидеть и ждать столько, сколько надо. Два дня, так два дня. Три дня, так три дня. Неделю, так неделю. Это не принципиально. Поэтому в данной ситуации самое лучшее это дождаться зацепа волны A. В другом случае просто ничего мы не делаем. То есть цена идет просто без нас. Вот и все. Если вдруг рынок решит пойти сразу обновлять вот эти минимумы. Такие вот точки входа я не беру. Они приходятся на пересечении линии баланса. И жду просто четкий ABC паттерн, с которого, как правило, я и захожу. Ну, как помните, если вдруг вы подписаны на мой канал, я показывал свои сделки за июль. Там было всего лишь семь сделок. При этом я сделал порядка 12%. И из этих семи сделок всего две были убыточными. Вот как-то так. Мало того, что я еще какие-то позиции просто не додержал. То есть там можно было сидеть по канадскому доллару, по евро. Где-то, ну, скажем так, не всегда хватает терпения. Нормальная история. Все мы люди. Поехали дальше. Иена. Иену я не советую активно торговать, поскольку она, ну, вы ее можете торговать внутри дня. Но не пытайтесь по ней строить каких-то долгосрочных сделок, поскольку она очень давно находится в сложной коррекции. И вот, на мой взгляд, она стремится обновить вот этот минимум. Потому что, по всей видимости, это была какая-то волна вверх, возможно, первая. А вот это все, вероятно, вторая. Ну, естественно, пока что под вопросом. То, что мы видим вот здесь, это походит на сложную волну B. И вот волны C, которая может зацепить минимум волны A, тут еще не было. Поэтому я бы постарался дождаться этого обновления минимума. И вот тогда мы бы стали говорить уже о том, что здесь может поменяться тенденция. И мы можем там пойти вверх, допустим, обновлять уже вот эти максимумы в какой-то новый импульс. Но так как это сложная затяжная коррекция, которая существует здесь так года так с 15-го, то в данном случае я обращаю внимание вот на только текущие ценовые движения. Здесь был бар с верхним закрытием. На нем растет AO. Он не особо нам чем-то помогает. На дневном такой же бар с верхним закрытием. Но, скорее всего, это 1, 2, 3, то есть третья волна здесь только завершилась. И после какой-то коррекции мы, скорее всего, пойдем обновлять минимумы. Почему? Еще я так думаю, потому что, если вы посмотрите на золото, то золото растет. А иена, она, как правило, с золотом коррелирует. То есть иена растет по отношению к доллару. То есть график идет вниз, то значит иена растет, да? Если кто не в курсе, я напомню просто. И в данном случае, скорее всего, мы просто пойдем дальше. Вот так. Несмотря на такую вот мощную отбивку и закрытие в верхней половине бара. Внутридневные таймфреймы тут нам мало о чем скажут. Скорее всего, здесь постепенно просто разовьется нисходящее движение. Австралийский доллар, на мой взгляд, здесь такая же примерно ситуация, какую мы видели с вами по евро. То есть вполне здесь может быть А, Б и еще развитие волны С. Вот если будет так, я буду вот отсюда искать точки входа на покупку. Если мы сразу пойдем вверх, то вполне вероятно, потому что тот же самый канадец, который коррелирует с Австралией, с Новой Зеландией, он достаточно сильно просел. То есть уже обновился минимум. И там я тоже ждал такую же ситуацию, но ее не дождался. Поэтому по Австралии мы можем запросто полететь и выше. Потому что тут есть еще один вариант. То, что у нас просто была ирегулярная коррекция. То есть А, Б. Б улетала за максимум предыдущего движения. И отсюда уже идет просто новый импульс вверх. Вот с этого сигнала, с которого я не заходил. Потому что я торгую только чистые ABC паттерны. Вот так. И это мне помогает неспешно делать свои 5-10% в месяц. Вот так. То есть очень последовательно, очень аккуратно, очень так с чувством, с толком, с расстановкой, с терпением и так далее. Поэтому дальше мы смотрим Новозеландец. Вот здесь тоже пока что ситуация выглядит как А, Б. Возможно еще развитие волны С. И вот тогда я бы тоже присмотрелся к точкам входа на покупку. Если мы зацепим минимум волны А. Плюс-минус где-то вот здесь. По канадцу я уже практически высказался. Здесь, соответственно, у нас нисходящая тенденция. Здесь первая, вторая, третья, четвертая развитие пятой волны. 1, 2, 3, 4. Вот там уже внутри пятая это видно. Пятая здесь может удлиниться. Чего мы заранее увидеть, естественно, не сможем. Потому что удлинение это всегда такой сюрприз. Но глядя на движущую силу, на то, что она резко здесь ускоряется, я бы сказал, что да, действительно, мы можем пойти еще и ниже. Если вдруг по АО мы перебьем предыдущие минимумы, то мы сразу будем иметь понимание того, где у нас третья волна. То есть то, что мы считали пятой, легко может стать третьей. То есть удлинением в третьей, например. Но это будет видно потом. Сейчас-то не принципиально, потому что мои точки входа, они были вот здесь. Были бы вот здесь, если бы мы пробили вот этот максимум и сформировали отсюда сигнал. Но мы его только-только зацепили. Тут были два бара, то есть две точки входа на продажу. Их можно было исполнить. И, собственно, вот стоп вот такой. И вот отношение риска к доходности примерно вот такое. Один там к трём приблизительно. Золото у нас продолжает расти. Если мы посмотрим с вами на месяц, мы увидим, что мы обновили исторические максимумы. Это означает, что конца и края для этого роста пока, вероятно, нет. Особенно если мы посмотрим с вами на недельный график. Здесь структура видна достаточно хорошо. То есть вот дивергенция. Первая волна. Вторая волна. И один, два, три. То есть третья в третьей приблизительно. Плюс мы это видим на АО. То, что у нас максималка АО уже пробила вот эти максимумы. И, можно сказать, нивелировала все дивергенции, которые до этого были. То же самое мы видим на дневном графике. То есть мы сейчас в третьей волне. Это говорит о том, что с меньших таймфреймах, невзирая ни на какие преждевременные дивера, мы можем искать точки входа на покупку с низким риском и высоким потенциалом. Вот и все. То есть такие точки входа были, например, вот здесь и так далее. Ну, так как золото я не особо люблю торговать внутри дня, я так смотрю, ну, окей, идет оно без меня, значит, оно идет без меня. Я никогда не парюсь за то, что я что-то где-то пропустил. Пропустил, окей, будет еще. Рынок сегодня не заканчивается. Серебро такая же ситуация. Первая, вторая, мы в третьей, явно в третьей волне. Поэтому здесь я также рекомендую покупки с коррекцией меньшего таймфрейма по текущему тренду. S&P, похоже, что у нас идет удлинение. Здесь мы также видим дивергенции, а цена не разворачивается и не идет, не меняет тренд. Да, то есть не идет низ. В данном случае у нас был раз-два дивергентных бара, мы снова обновили их максимумы. Мы имеем дело с типичным удлинением в текущей ситуации. Пока не сформируется новый сигнал, я бы не стал, скажем так, рассматривать шорты по S&P, либо по каким-то инструментам фондового рынка, которые могут входить в этот индекс. Биткоин, на мой взгляд, здесь восходящий тренд. Ну, в принципе, мы вот этот треугольник, можно сказать, доформировали и пошли, скорее всего, вверх уже 1-2, и мы где-то плюс-минус в третьей волне. Ну, это вот видно по АО. И по наклону баров они более такие агрессивные, то есть угол, можно сказать, угол атаки здесь более такой вертикальный у цены. И, да, мы здесь делаем какую-то очередную коррекцию, возможно, сложную. И по моей стратегии торговли я бы ждал зацепа минимума волны А и формирования сигнала на покупку. Если этого не происходит, и цена идет вверх, она, значит, идет без меня. То есть у меня в данном случае вся последовательность действий, она отработана. Что касается нефти марки Brent, также, скорее всего, мы имеем дело с типичным удлинением. Также было 2 бара на продажу, но без резкого отклонения от линии баланса. Поэтому, по всей видимости, эти бары давали точки входа в коррекционное движение, после которого мы снова идем обновлять максимумы и каким-то образом достраивать этот импульс. Потом будет видно, во что это сложится. Пока я не советую нефть шортить. Что касается фьючерса на доллар, давайте его также посмотрим. Я бы сказал, что в настоящий момент времени у нас есть бар с нижним закрытием, но он на растущей движущей силе. Это означает только тот момент, что 1, 2, 3, 4, 5 быть не может. Это первая, вторая, первая, вторая. И там уже развитие третьей, потому что может произойти развитие вот такого удлиняющегося паттерна, а потом он сложится в какую-то волну. Поэтому, когда мы с вами перейдем на меньший таймфрейм, ну да, мы видим, что на днях у нас движущая сила растет, в четырех часах тоже движущая сила растет. Это означает то, что в текущей ситуации возможно развитие очередной коррекции. И вот опять же предполагаемая волна А, и я бы ждал зацепа этого минимума и формирования новой точки входа на покупку. Вот так. Потому что подобные ситуации здесь уже были. Вот видите, вот отсюда была шикарнейшая точка входа с низким риском и высоким потенциалом. Даже если бы вы ее пропустили, могли бы взять следующий бар. Вот этот тоже на покупку. Вполне. Дальше что? Индекс РТС. РТС. Также смотрим фьючерс. Также берем дневной график. И пока что это тоже выглядит как удлинение. Примерно похоже на то, что происходит на S&P. С некоторыми, конечно же, деталями, которые отличаются. И пока это можно двояко трактовать. Можно трактовать как первую волну вверх, а можно трактовать как АБЦ. Я больше склоняюсь к тому, что это все-таки АБЦ, и вот это структура волны С. То есть мы находимся где-то плюс-минус в пятой волне этой волны С. При обновлении максимумов у нас будет дивергенция. Плюс стоит, конечно же, зайти на 4 часа. Посмотреть, что у нас происходит в текущем движении. То есть вот 1, 2, 3, 4. Вот развитие некой пятой волны. После обновления максимумов надо будет смотреть, будет у нас удлинение дальше идти или нет. Или мы остановимся, и у нас будут какие-то точки входа в продажу. Но опять же, развороты я не люблю торговать. Это мое личное такое убеждение. Поэтому дождитесь, чем это закончится. Я думаю, что вполне возможно здесь завершение и поход вниз к обновлению минимума. Ну а на этом у меня все. Напоминаю, что в описании есть ссылка, по которой вы сможете перейти в мой WhatsApp. И мы с вами договоримся о времени, когда мы проведем с вами бесплатную консультацию, на которой я разберу вашу ситуацию, дам вам какое-то решение уже в конце такой вот небольшой 40-минутной консультации. И вы сможете уйти с пошаговым планом действий. Ну, либо внедрить его уже потом самостоятельно, либо с моей дальнейшей помощью. Это как вы решите. Я никогда не навязываю какие-то свои, скажем так, что ли, услуги, да, помощь какую-то и так далее. Если вы решите, что это вам надо, окей, мы с вами сможем вместе поработать. С вами был Александр Котин. Увидимся через две недели. Хорошей торговли. Пока.